Мировые медиатренды обсуждали сегодня в Казахстане. Диалоговая площадка развернулась на ежегодном форуме Astana Media Week. Форум открылся сегодня в столице. Ирина Панфилова выслушала мнение экспертов. На форуме Аншлаг. Картина для Astana Media Week привычная. Каждый год топ-менеджеры, журналисты, блогеры и те, кто только учится делать контент, собираются вместе для того, чтобы обсудить медиатренды и новости. Одна из громких на сегодня — открытие офисов ТикТок в Алматы и Астане этой осенью. В планах перевести приложение на казахский язык. Аудитория в Казахстане творческая, и люди пользуются платформой для того, чтобы выразить себя. Мы видим большое количество музыкантов, учителей, фэшн-блогеров, обычных молодых мам, которые создают новый контент на платформе. Презентация новых проектов — традиционная часть программы форума. С сентября в новостную сетку отечественных медиа ворвался и наш телеканал Жебек Жоле. У нас есть две ветки вещания. Одна для внутреннего рынка, вторая — зарубежная. Охватывает 120 стран. Мы вещаем на пяти языках — казахском, русском, английском, узбекском и кыргызском. У нас есть корреспонденты и в других странах. В планах укреплять связи с другими государствами. Чем больше в стране медиа, тем выше конкуренция. Однако важно, чтобы в погоне за информацией журналисты не забывали об аналитике, достоверности и объективности, говорят участники форума. Мы сталкиваемся все-таки с тем, что СМИ, конкурируя между собой, стараются порой, говоря современным языком, поймать хайп. И на этом хайпе манипулировать зрителями, слушателями и читателями. Поэтому, мне кажется, самое важное на сегодня — это все-таки сохранять журналистскую этику. Это вопрос наиважнейший. Оно и понятно. Без доверия зрителей и читателей в СМИ работать невозможно. Нужно его зарабатывать и расти профессионально. Медиашколы, которые будут создаваться сейчас на базе каналов или других СМИ, будут в первую очередь обучать журналистам различным специфическим навыкам. Это отрасли журналисты, это исследовательская журналистика, это связано с вопросами экономики, каких-то других отраслей. То есть это очень важно для нас — повышение компетенции и профессионализма. Пока одни гости форума искали новые знакомства и обсуждали модные тенденции, другие у стенда компании «Мета» могли совершить увлекательное путешествие в так называемую «параллельную вселенную». «Астана Медиа Уик» продлится три дня. Кульминацией медиаплощадки станет награждение призеров конкурса «Уркер». Ирина Панфилова, Новое время.